Перекресток на пересечении улицы Советской Армии и Касимовского шоссе давно вызывает вопросы у водителей. Сюда же выходит северная окружная дорога, пробки на которой, по мнению автомобилистов, одни из самых больших в городе. Ну вот они стоят. Они стоят в обычный день, в нормальное время. То есть ни воскресенье, ни суббота, ни праздник, ни выходной. А народ стоит. Здесь метров по 200-250. Вот она, пробка стоит в любое время. А в конце рабочего дня, когда люди затариваются, чтобы на отдых уехать или домой приехать, здесь тяжело вообще. Посмотрите, в час пик тут что творится. Тут стоят со всех сторон. Автомобилисты говорят, что пробки возникают из-за нехватки полос движения. Кроме того, их не устраивает режим работы светофора. Думаю, что нужно придумать какой-то новый маневр, какую-то секцию специальную, чтобы можно было безопасно поворачивать. Потому что очень аварийный перекресток. И для пешеходов, и также для водителей. Потому что подрезают, делают ужасные вещи. Ну, а не нарушать, тут вообще не проедешь. Тут будешь стоять вечно. Все всегда пытаются проехать, кто первее. И, соответственно, у нас вообще с культурой вождения плохо в стране. А я там не едущий стараюсь. Даже на просторах интернета можно найти видео, подтверждающее, что на этом перекрестке совершается масса правонарушений. Автомобилисты очень часто едут не по своему ряду. Между тем, довольно непростой перекресток можно встретить на театральной площади. Однако здесь водителям соблюдать культуру вождения намного легче. Часто тут возникает затор прямо на самом перекрестке. Тем, кто желает повернуть с улицы Есенина на улицу Ленина, иногда подолгу приходится стоять на перекрестке. Однако ситуация здесь довольно быстро разрешается за счет включения пешеходных переходов. И автомобилисты, выехавшие на перекресток, дождавшись прохождения всех пешеходов, могут завершить свой маневр. В данный момент уже известно, что администрация города объявила тендер на реконструкцию перекрестка на пересечении Касимовского шоссе и улицы Советской армии в Рязани. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок. Помогут ли здесь дополнительные полосы или смен режима включения светофоров, неизвестно. Некоторые рязанцы в комментариях к новому известию о тендере отмечали, что, возможно, этот перекресток может спасти круговое движение.